всем привет друзья и сегодня решил немножко покулинарить сегодня буду делать салат из копченой куриной грудки с бальзамическим уксусом соусом кто как его называет и он очень простой в приготовлении очень незатратный по времени приготовления единственное что некоторые ингредиенты могут показаться вам действительно дороговатыми но вкус этого салата и он не на каждый день естественно то есть его можно делать на особые случаи но вкус этого салата реально вы будете просто потом поражены мы вчера уже делали первую порцию салата и съели за сутки вместе с мамой и сегодня вот решили вторую порцию делать то есть у меня была полная пачка черри то есть два раза больше также был куст салата прямо землей продаются в били в других пятерочках то есть магазинах где землю и смотрите чтобы он был свежий то есть тоже здесь половина порции 1 пачку сухариков но я беру с томатом потому что привычнее томат с томатами чтоб не было слишком большой разницы во вкусах куриная грудка естественно тоже у меня уже не целая назад половину но нам половины не понадобится и сыр можно его не нарезать на получается пластинки а потереть сразу грамм 50 что может быть сыра даже можно даже чуть меньше 100 грамм в общем будете смотреть сами потому что сыр мы посыпаем сверху чисто для красоты и естественно нам нужен бальзамический соус у меня здесь модена компания я брала разные как бы фирмы обрико вот здесь из модены мне нравятся все в принципе особо там разницы в них нет можете найти подешевле можете подороже используйте любой но самое затратное в этом салате наверное куриная грудка и черри помидора потому что салат по рубли 27 стоил сухарики тоже в районе 25 рублей ну сыр как бы у нас просто дома он всегда есть поэтому там чуть-чуть сколько мы тут отрезали на таких 5 по сути кусочков я думаю можно даже меньше если у вас вдруг меньше это не страшно потому что мы его просто посыпаем то что давайте начнем приготовление ну что друзья первым делом берем салат этот салат мы будем резать но если у вас нет вот такого супер керамического ножика то лучше рвать руками этот ножик керамический и он не будет приметь последствия в виде горького вкуса салата поэтому можно будет аккуратно равномерно порезать таким ножиком нарезайте средней длины можно сказать вот толщина вот такая должна быть потому что оно не должно быть слишком мелким но и слишком крупким тоже не должно быть слишком крупным потому что будет неудобно накладывать и последствий тяжело будет есть тут салата уже не очень много игры если больше будет салата или вы сразу захотите сделать большую порцию просто у меня это половина порции можно сказать потому что целая порция рассчитана на четыре человека за сутки у нас двое сейчас мы сначала сделали вчера и решили сегодня освежить вторую часть сделать сегодня в принципе подойдет салат для нового новогоднего стола для день рождения какие-то такие особые случаи потому что явно у меня повседневность и соуса бальзамического много тоже нельзя вам как бы тоже свои противопоказания имеют в общем вот так вот мы рассыпали берем нашу емкость вот такая удобная и вот выкладываем нижний слой нашим салатом так стараемся очень-очень воздушным способом приподнимать то есть он должен быть первую очередь воздушным дальше дальше мы берем нашу куриную грудку здесь у нас ну не полкило ну около 400 450 грамм наши грудки нам столько много не нужно потому что у нас половина то есть вот этого кусочка 450 грамм хватит на целую порцию так как у нас половина чтобы вы не ели одно мясо хотя конечно на вкус и цвет все таки желательно уменьшить порцию если не в половину то хотя бы на 1 3 я уменьшу в половину потому что мне действительно не нужно столько много грудки и нарезаем его квадратиками сначала мы нарезаем такими полосочками а потом в последствии будем делать квадратики важно брать свежую куриную грудку даже если копченую потому что она будет мягче она будет сочнее и соответственно вкус на вкус тоже менять многие путают курицу гриль от копченой курицы это немножко разные вещи курица гриль это все-таки у нас проходит термическую обработку мяса и она сваривается а здесь мясо подкоптится подкопчивается приобретает своеобразный привкус такой бурка курицы гриль такого привкуса не почти сделали делаешь очень медленно что мне качается стол и он качает камеру к сожалению в таких условиях приходится готовить но я думаю вы все равно оцените друзья если понравится впоследствии салат не забудьте поставить лайк целом рецептура очень простая никаких спецэффектов каких-то специальных добавок нет у меня бальзамический уксус очень давно уже лежит загашники потому что я его часто добавляю во всякие блюда если мне не хватает какой-то кислоты такой резкости также у меня еще и всегда соевый соус на всякий случай жизнью в холодильнике я вообще советую вам эту штуку купить потому что эта штука не только для мясных салатов вы можете вместо масла подсолнечного заправлять летние салаты также то есть с огурцами с помидорами он очень отлично сочетается с томатами этот зелень в том числе так добавляем нашу грудку салат как я вам говорила не переборщите с грудкой начал будете есть одно мясо лучше положить побольше зелени салата чем грудку потому что потом будете есть одно мясо и мясо будет вам казаться суховатым и чтобы этого не было лучше уменьшить порцию тем более что он все равно будет не менее вкусно и так идем дальше уже грудка и салат у нас в миске отберем помидоры черри помидоры черри маленькие поэтому мы делим просто напополам вот фишка этого салата в том что все делится на кусочки но не мельчат маленькие куски нам тоже в салате не нужны то есть помидоры черри пусть будет лучше больше но они будут по пропорциям напополам разрезаны потому что в этом и фишка ты берешь накладываешь тебя салат грудка сухарики получается сыр и вот такой черри он пропитывается когда вы видите вместе с куриной грудкой и вкус незабываемой вот мы нарезали черрики и кидаем черрики тоже в нашу миску когда все это заполнится я вам обязательно покажу в итоге что у нас там получилось так остается предпоследний этап это сухарики но я брала с томатом я уже без него почему вообще можно конечно вот сухарики брать все квадратные здесь они полосочками и если честно есть кое-что что мне не нравится в парку что они потом впоследствии естественно разбухают если вы салат сразу не поедаете и появляются своеобразные трудности так далее берем терку вот это все тут самое сложное я даже наверное знаете что подставлю бальзонический соус чтобы телефон не рухнуть не рухнул в момент терки сыра сыр лучше брать чем тверже сыр тем лучше он будет и на терке тереться нужно на вот эту терку на такую крупную терку тереть как мы сейчас это будем делать с вами я даже не знаю но мне просто удобнее полосочками плюс я сегодня в перчатках работаю у меня полностью завязаны волосы не прям делаю все все как нужно только халат у меня не фартук а халат но он такой чисто только для кухни его использую фартук у меня в анапе находится он подарила любимая свекровь татьяна николаевна и вот в курске пока что нет фартука можно будет приобрести со временем обязательно натираем сыр правда видите вот у меня он полумягкий такой он прям даже не то чтобы трется он там крошится поэтому лучше использовать твердые сорта сыров даже не знаю какой вам посоветовать потому что на самом деле все зависит от ваших вкусовых пристрастий многие говорят что нужна моцарелла кто говорит что там нужен какой-то дам голландский сыр я я считаю что нужно добавлять сюда именно тот сыр который вы любите в повседневности нам накладываете на бутерброды вот тогда как бы салат вам точно понравится потому что если как по мне мне например и дам вообще не нравится сыр и когда я чувствую салате не хочется даже не салат поэтому лучше использовать твердые сорта это по желанию да но или тот сыр который вы едите ведь он крошится то есть я его не могу даже нормально на терке потереть сожалению мягкий очень сыр достался но зато сыр вкусный как бы при всем при этом он хоть и мягкий такой но он очень вкусный поэтому я его использую но лучше твердые можно плавленый сыр но не рекомендую потому что вкус совершенно меняется то есть плавленый сыр бюджетно естественно но тогда добавляйте хотя бы еще чеснок потому что иначе будет очень нейтральный салат будет пресноватый а бальзамический соус делает его немножко кисловатым и вы просто не сможете здесь порции выходят довольно таки елки на карточками какими-то можно было смело на мелкой терке я наверное использую последний кусочек один остался у меня уже видите чем хорошо твердые сорта сыров они не мнутся не крошится там у вас руках не делаются сворачиваю потом уже пополам и просто втираю тверку чтобы раскрошить его на какие-то маленькие кусочки так друзья наш салат практически готов давайте вам сразу наш салат еще раз покажу как выглядит салат салатница то есть очень удачную удачную емкость и берем посыпаем сыром даже я пистолете сыра очень много сделала можно было грамм 45 но я думаю пропорцию вы должны устанавливать сами вообще конечно в идеале чтобы сыр слегка покрывал салат то есть добавил такую нотку сырную а у меня получится сыр на копченый салат но я думаю это не проблема с учетом что все что я сюда положила очень вкусная очень съедобная прекрасно сочетается друг с другом каждый инкедиент и очень быстро делается вот где-то все делается в реальном времени единственное что нужно было помыть и до этого допустим помидорки черри помыть салат это минут пять делов на все про все то есть отрезать часть грудки если она у вас целая и открыть пачку сухариков на это дело прямо на видео то есть все что нужно все делается очень быстро вы сами видите что за 10 минут салат можно сказать готов теперь что нам нужно мы берем ничего не перемешивая достаем наш бальзамический соус и буквально взбрызгиваем его то есть не сильно так поливая поливая чтобы не переливаясь мы просто здесь дозатора нету мы просто чуть-чуть поливаем сейчас вам покажу как выглядит сверху так наш салат готов то есть сверху у нас сыр политый бальзамическим уксусом второй ряд у нас помидорки черри в перемешку сухариками и внизу у нас вот таким слоем расположился салат то есть когда вы будете накладывать у вас получится там своего образа со слоеный салатик и у вас будет и салат и грудка и сухарики черри даже сыр поэтому я жила стараюсь не перемешивать его а прямо брать потом процент и накладывать и при желании салат можно посолить но я не стану по одной причине потому что здесь соленая грудка здесь соленый сыр вот если вы любите посоленее слова то лучше его посолить чуть-чуть но желательно не перебарщивая ну вот как то так делается салат из грудки приятного вам аппетита надеюсь что вам понравился рецепт он действительно легкий простой и быстрый в приготовлении единственное что конечно же не на повседневность потому что ингредиенты довольно таки дорогие друзья не забудьте поставить лайк если понравился салат и обязательно попробуйте отсюда скажу реально вкус незабываемый я его делаю уже три года это реально очень вкусный салат один из моих любимых в общем всем пока пока с вами была Светлана Азаровская из Курска готовим салат вместе